Современные системы видеонаблюдения не только обеспечивают сохранность дорогостоящего оборудования компании и безопасность сотрудников госучреждений. Теперь продвинутую технику стали размещать и в детских садах Козлорды. По словам специалистов, она избавит родителей от лишних волнений за своих чад. Как воспитателям работается под присмотром и что думают о новшестве козлордиенцы, узнавали наши коллеги. За спиной Кенжи Гулямаровой почти полвека педагогического стажа. Для бывшего педагога она не просто бабушки. Вопрос воспитания детей самый главный. Что посеешь сейчас, то и будешь пожинать в старости, говорит женщина. Все по-разному говорят про садики. Одним нравятся, другие недовольны. Говорят, что там детей укладывают спать с угрозами, не дают играться, подавляют волю, отнимают еду. Иногда ведь детишки и вправду с неохотой идут туда. Знаю одно, если ребенок идет в садик с улыбкой, с большим желанием, это заслуга воспитателя, значит ему там хорошо. Разве есть подобные сомнения, заслужить доверие, помогают новые технологии. Если до сих пор система видеонаблюдения позволяла оценивать работу воспитателей только руководителю дошкольного учреждения, то теперь с помощью специальных программ это могут сделать родители. К примеру, сейчас я наблюдаю за своими детьми. В этот садик я вожу двоих. Очень удобно, будто дети рядом со мной. Я довольна, спокойна, программа мне нравится. Хорошо бы эту систему применить во всех детсадах и школах. Поводов для волнения у родителей было бы меньше. Ведь не у всех есть время лично все контролировать. При помощи интернета можно вести онлайн-наблюдение. Сложности никакой нет. Такие меры помогают не только следить за работой персонала, но и вовремя выявлять нарушения и избегать необоснованных обвинений. Нововведения поддержали и местные власти. Специалисты уверены, что система будет способствовать повышению качества образования. Для улучшения материально-технической базы дошкольных учреждений возможности внедрения в учебные и воспитательные процессы новых технологий из бюджета в этом году выделено 11 миллионов тенге. Большое внимание уделяется работе и частных наших партнеров. Требований к ним не меньше, чем в государственных детсадах. Охват дошкольным воспитанием в областном центре составляет 75%. Работают 112 детсадов и мини-центров. До конца года будут сданы еще 14. Пока такая практика введена только в одном садике. Со временем, говорят специалисты, программа будет внедряться повсеместно.